Ну ладно, поехали вперёд. Сейчас главное смотреть по сторонам и не профукать ящики, потому что потому что я профукал все свои деньги. Поэтому ящики профукивать нельзя. Так, а я где вообще? Такая маленькая локация. Ну, оказывается, не всё так просто. Дорога ведёт вообще в другом направлении. Куда я еду? Зачем я сюда еду? А, понятно, здесь мост. Такс. Минус один есть. Да как я не попадаю-то? Я вроде попадаю. Вот теперь попал. Отлично. Корт без прицела. Ну, зашибенский приз. Я на ремонт тачки больше отдам, потому что они начинают больно кусаться уже. В малейшем бою столкновения теряю четверть хп минимум. Они меня в чем-то вдарили так, что было очень неприятно. А здесь ещё и вражеский город, который меня не особо рад видеть. Э-э-э, хорош! Хорош, говорю! Алло! Парень! Жителям по барабану, честно говоря. Ой, извините! Нефиг тут ходить во время боевых действий. Я его захватил. Давайте я буду мэром. Меня просто не пускают. Так, там где-то заслонка стоит. Ну, внизу. Хорошо, ладно. Главное сейчас до заправки добраться в целом невредимым. Ну, невредимым уже не получится. Но более-менее живым. Дальше переживём. Да чтоб тебя! Шершень, спасибо! Я как будто в первой локации гоняю на Урале. А такое будет. Может быть, не на Урале, но будет. Эх! Что это нафиг такое? Понятно. Там ещё не всё. Замечательно просто. Просто замечательно. Эти совсем взбесились. Да давай же! Кто там второй? С миномётом. Тоже Урал. Замечательно. Ладно, с миномётом он в меня не попадёт. По крайней мере. Эээ, хорош! Там ещё и ракетница! Нормально. Я её и даже не заметил. Так, у меня что-то застряло. У меня двигатель Урала застрял. Между колёс. Неплохо повеселились. Мягко говоря. Такс. Теперь надо до доскана как-то добраться. Но это жёсткий вообще уровень, надо сказать. Сами видите, как меня здесь любят. Прямо молятся на меня. И ящиков нифига не вижу. Так, ну хотя бы кто-то здесь нейтрален. Но мне сюда и надо. Этот город, я думаю, в любом случае будет нейтральным. Никто по мне стрелять не собирается? Спасибо. А то я уже офигеваю. Да хорош уже, а! Потораниться решил. Это тоже потораниться решил. Не даёт припарковаться спокойно. Уроды. Я-то еле живой стою. Это грустно всё. Есть тут максимум. Максима здесь нет. Проверить цену хотя бы. Сколько тебя ещё чинить, скотина? Сколько тебя ещё чинить? Просто замечательно. За каждую единицу там по пять косарей нужно выкладывать. Насколько я понял. Ох, жесть. Что у вас по запчастям? Хотя, что мне эти запчасти смотреть? У меня денег нифига вообще. Тоже нормальная кабинка. Мощная такая. Вот. Во, юбка. Вот не берите вот эту юбку. Сами понимаете, да? Малейшая кочка. И кочка это заденет ваш корпус. Это будет считаться тараном или врезанием. И будете вы орать матом. Потому что каждая кочка обернётся для вас потерей хп. Причём немалого количества, если вы разгонитесь до максимальной скорости. А максимальная скорость, насколько я понимаю, прибавляется. Да. Так. Чё тут где тут? Разговаривать не с кем особо. Агент Хрунович. Здравствуйте, агент Хрунович. Ведро сними с башки или что это? Садом Маза. Что-то я тебя не припомню. Ночь длинна. Но рассвет близок. Здравствуй, товарищ. Я пришёл обсудить планы сотрудничества. Слава богу, вы появились. Но здесь небезопасно. Встреча в этом месте через пять минут. Там наш лидер ответит на все ваши вопросы. Удачи. Тиран будет повержен. Чё-то я превратился в фанатика какого-то. Приветствую тебя, путник. Давай мне работу. Тут кое-кто налаживает торговлю с соседним городом и везёт образцы товаров. Сопроводи их до селения Сараева и проследи, чтобы не было хвоста. Ах да, награда пять с половиной косарей. Давайте. Чтобы из-за меня в Сараево не началась третья мировая. Или, может быть, четвёртая мировая. Я не знаю, была ли третья или нет. Вы издеваетесь, да? Ну ладно. Никто врагом не защитен. Слава тебе, господи. Ну ты нашёл, на чём здесь ездить. Это просто отличный способ досрочно сдохнуть. Я тебе скажу. А ещё ты очень быстрый. Посмотрите на размер, а. У меня кабина больше, чем весь его грузовик. Просто кабина больше грузовика. Идиот. Ну. Правильно, вперёд. Только вперёд. Ты можешь разогнаться чуть быстрее? Ты же апгрейдженный. У тебя мощная пушка стоит. Да, езди зигзагами. Ты от снайпера уворачиваешься, что ли, или что? Пьяный дальнобойщик. Давай, 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 давай. Быстрее, 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 быстрее. Ещё быстрее. Хотя на такой скорости я могу осмотреть окрестности на наличие ящиков. О, смотрите. Здесь тоже знаки. Написано «Хай» и восклицательный знак. Круто. Во, видите. Хай. Почините мне машину. Почините мне машину. Почини машину мне. Чёрт возьми. В общем, сверху ещё пять косарей, и... Мы починием эту грёбаную пушку. Я надеюсь, она не после каждой там бойни становится повреждённой. Так, деревенщина Серж. Обложили демона сначала мои пассивы, а потом и меня захотите забрать. Я так просто не дамся. Похоже на чучело. Ты один из них. Я видел тебя на поле. В столбе пламени. Не волнуйся, добрый человек. Сила науки изгонит демонов с своих полей. Я уже видел такое раньше. Староста. Приветствую тебя, путник. Работа. Отлично. Задание на отстрел. Так, и здесь нам предлагают разобраться со знаками на полях. Просто был день ВДВ, вот и всё. Ого, забавное природное явление. Думаю, учёных в Мидгарде заинтересует этот феномен. Да, в Мидгард ехать скажешь. Конечно, он скажет ехать в Мидгард. Ну, почему бы и нет? Почему бы не в Мидгард? Замечательно. Отличное предложение на миллиард, мать его, баксов. Теперь мне в Сараево надо. Попробуем здесь, что ли, перелезть по стеночке. Хотя есть отвесная практически стена, но я верю в наш Урал. Да. Наш Урал может всё, но плавать пока не может. Придётся разворачиваться. Жаль. Нужно искать другую дорогу. К сожалению, напрямик не получится. А тут всего-то километр. Опять мне надо будет прессовать бандиты с большой дороги. На больших тачках, с большими пушками. В большом количестве. А я один с большой тачкой, большой пушкой. Меня очень мало. Ну ладно. По этой дороге. Огонь по этим бандитам. Здорово. О, не на того искать. Хотя... Блин. Ну надо было так промахнуться, а. Опять ни черта ценного. Слона бы хоть кинули. Не знаю. Тут как-то вообще... Не солидно даже. На этом поле-то по-любому что-нибудь должно валяться. Да, нет. Нет, да. Поле, поле. Дай мне ящик. Я без ящика умру. Нифига себе. Там туха. И опять я промахнулся. Вот оно. Лазерное плазменное оружие. И так далее. Я не могу попасть. Разброс слишком большой. У лазерного оружия получается. Так, что у вас, признавайтесь. Корт, слабый вектор. Фигня. А у этих двоих вообще ничего. О, я получил 400 тысяч... Тринадцать... Триста монет за уничтожение бандитов. Я уже забыл про то, что у меня задание на их уничтожение. Так, здесь тоже вода? Нет, здесь воды. О, ящик, отлично. Где один ящик, там и второй ящик. Надо искать второй. Сзади опять бандиты появились. Ну ладно, они мне не страшны, они за мной не полезут. Они же не дураки по горам скакать, как горные козлы. Так, горючая, нормально. Еще пару косарей срубим, как минимум. Так. Как я и говорил, один ящик не валяется. Обязательно два должно быть. Вот и второй. Вулкан. Тоже неплохо. И мне сюда. Так, нет, все-таки полезли. Сволочи. Так, другие. Так, кто-то эти штуки в последнее время стали слишком опасными. Продолжение следует...